Подведение итогов работы за год – определение вектора развития муниципалитета. Отчет главы городского округа Андрея Булгакова состоялся в Центральном дворце культуры. Перед тем, как представить свой доклад, руководитель муниципалитета поблагодарил медицинских работников, стоявших на передовой в трудное время пандемии коронавируса, сражаясь с болезнью. Для большинства из нас возвращение к привычной жизни началось, когда отменили режим самоизоляции. Стали открываться театры, рестораны, кино. Но в то время, как врачи до сих пор сражаются лицом к лицу с вирусом, отвоевывают жизни наших с вами родственников, соседей и друзей. В своем выступлении глава округа отметил, верный способ победить болезнь и вернуться к привычной жизни является вакцинация. В округе открыты 9 стационарных и 5 мобильных пунктов. Прививку от коронавируса сделали более 26 тысяч человек. Были в сфере здравоохранения и другие хорошие открытия. Одним из важнейших событий стало открытие поликлиники в новом городке. Посещать ее могут также жители Медвежьих озер и соседних населенных пунктов. Спасибо Андрею Алексеевичу, он нас слышит, мы общаемся, у нас есть ряд вопросов, которые мы уже решили, есть ряд вопросов, которые в планах решить, они сегодня были озвучены на докладе. В общем, настрой позитивный на дальнейшую работу. Гораздо, точнее, лучше стала работать медицина у нас в городе, появилось больше узких специалистов. В своем выступлении Андрей Булгаков особо отметил волонтеров, которые помогали жителям в период пандемии. Самое заметное было, когда пришел Андрей Алексеевич, это увеличилось количество волонтеров до 600, то есть это было первое его поручение. То есть администрация помогала абсолютно всеми ресурсами для того, чтобы обеспечить в тот непростой период возможность оказывать услугу, помогать пенсионерам, которые находились на самоизоляции. В 2020 году удалось реализовать многие проекты по самым важным для округа направлениям. Щелкову удалось войти в число лучших муниципалитетов по качеству планирования и исполнению бюджета. В главном рейтинге муниципалитетов Московской области в начале года Щелково занимало лишь 22 место, к концу года округ поднялся на восьмую строчку. Улучшения есть и в сфере предпринимательства. Щелковские предприятия смогли увеличить темпы производства. Объемы инвестиций в основной капитал составили более 17 миллиардов рублей, что на 65,2% больше, чем в 2019 году. То, что я услышал для себя, быть в этой команде, которая, в общем-то, успешно работает. Это надо прямо сказать, и внимание человека, руководителя городского округа и команды к проблемам промышленников, о которых я представляю, это чрезвычайно ценно для чего? Для того, чтобы понимать, для кого и для чего мы работаем. Год был непростой и для промышленности в том числе, и, конечно, было очень приятно, что сегодня было уделено достаточно много информации в отчете главы о нашей промышленности, о тех результатах и тех успехах, которые были в прошлом году у нашей промышленности. В 2020 году важным событием в сфере образования стало открытие школ на 1100 мест в микрорайонах Солнечной и Жигалова. Помимо этого, началось строительство школ в Чкаловском и на улице Шмидта. В своем выступлении глава округа отметил, в течение четырех лет в городском округе планируется построить 10 детских садов и три школы. Есть успехи и в сфере ЖКХ. В рамках президентского нацпроекта «Экология» с опережением графика ведется реконструкция щелковских межрайонных очистных сооружений. В ЖК «Восточная Европа» наконец появится чистая вода. Неделю назад совместно с жителями Андрей Булгаков дал старт бурению новой скважины. Результаты успешной работы главы округа отметил и министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский. Замечательный руководитель, молодой, перспективный, работающий со своей командой в вашем городском округе. И видя вовлеченность всей команды главы в решение этих вопросов, мы понимаем, что результат будет достигнут. Главное, о чем сегодня Андрей Алексеевич сказал, это создание реальных условий для того, чтобы создать безопасные, комфортные и удобные условия для проживания людей. И эти условия именно там, где люди живут. Когда мы говорим о проблеме комплексного подхода, когда мы говорим о системности работы, если мы это упускаем, то результат у нас совершенно другой. В данном случае я поддерживаю результаты, которые я услышала. С каким упорством он добивается для жителей городского округа Щелка услышит их, понимает. Это, наверное, самое главное. Говоря о развитии муниципалитета в целом, нельзя забывать о важной теме – экологии. В этом году запланировано начать масштабный проект «Оберегая Щелково». Мы возьмемся за одновременное восстановление естественной природной среды путем очистки ручья Панери и благоустройство зоны отдыха вдоль ручья, которое охватит практически весь город. Разные микрорайоны соединит новая точка притяжения, находящаяся в шаговой доступности от домов жителей. Сразу хочу отметить, реализация проекта будет поэтапной и займет несколько лет. В завершении своего доклада Андрей Булгаков отметил, что решение проблем жителей – приоритет в работе руководства муниципалитета. Список целей и задач власть формирует и будет формировать, ориентируясь на запросы населения.